Стимовская зимняя распродажа со скидками до 75% уже скоро закончится. И если вы не знаете, как купить желаемую новинку и закупиться играми на год вперед, на помощь приходит сервис Купикод. На Купикоде можно как пополнить баланс кошелька с минимальной комиссией, так и купить игры напрямую на сайте и получить их гифтом на свой аккаунт. И важно заметить, что Купикод полностью повторяет распродажу Стима. То есть все скидки на игры в Стим есть и на Стим Купикод. И самое главное, на свой российский аккаунт можно купить игры, которые недоступны в магазине Стим. То есть больше не придется париться с созданием новых аккаунтов. Чтобы пополнить свой аккаунт Стима, вводите логин и указывайте сумму. А используя мой промокод EmbroNew вы снизите комиссию на 2%. Купикод это самая настоящая игровая экосистема. Они делают упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывают турниры и предлагают систему лояльности. Поэтому рекомендую всем авторизоваться, чтобы получать постоянно кэшбэк. Через Купикод можно даже пополнять казахстанские аккаунты Стим. Нужно нажать кнопку переключения валюты и ввести сумму в тянге. А удобный калькулятор все посчитает за вас по актуальному курсу. На Купикод также появились карточки пополнения Стим для других регионов. Не упустите шанс пополнить свой Стим аккаунт быстро, безопасно и с минимальной комиссией по ссылке в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Да, весь город у нас максимально привлекательный для туристов, но хочется сделать специализированную территорию. В прошлой серии количество туристов начало увеличиваться скачкообразно и очень даже быстро. О, можем посмотреть погоду, какой взлет. Но это, конечно же, связано с тем, что у нас междугородний транспорт улучшился. Мы построили много станций железнодорожных, и поэтому и туристов, и жителей начало приезжать еще больше, чем раньше. Но некоторые все же пытаются добраться сюда на машинах. Город-то у нас, конечно, пешеходный, но транспортная инфраструктура все же развита. Аварии, конечно, случаются. Давайте, наверное, это как-то исправим, потому что, ну, тут вы же проехать не можете, да? Смотри, они разворачиваются. Они разворачиваются и уезжают обратно. Это потенциальные жители и туристы. Нет, слушай, надо это исправлять. Давай-ка сейчас сделаем объезд этой аварии. Вот таким вот образом. Было бы всю жизнь так просто. Все, теперь разворачивайтесь и заезжайте вот всю... Ой, блин, тут тоже ж машинка. Ну ладно, давай сейчас мы сделаем вот таким вот образом вот всю... Да, и чтобы ее тоже объезжали. Во, я самый классный мэр. Голосуйте, пожалуйста. У нас сейчас возникла серьезная проблема с тем, что количество говна в наших каналах убывает постепенно. Мы ведь тут построили перегородку и направили все говно вот сюда, вот на дамбу, чтобы производить электроэнергию. На самом деле это беспонтово, потому что 33 мегаватта. Ну, у нас атомная электростанция вообще есть. Целый райончик под электростанцию. Плюс тут у нас еще ЦРУ есть. Офисы рядом. Прикрывай. Ну, так не видно, видите? Вот так. Ну, атомка. Вот. Мне на стриме подсказали, мы гордот включали, что тут надо все-таки подвести еще несколько силовых линий. Вот. Видите? Оказывается, тут несколько можно подключить. И в разной части города проводил я их, потому что, ну, одна не вытягивать, столько электроэнергии передавать. Слишком узкие участки получаются. Так что подсказали, и у нас электростанция начала уже выдавать 64% использования. Далее. Сейчас, значит, тут содержание говнеца чуть у нас упало. Но я рассчитываю, что сейчас оно постепенно будет сюда течь. Да? Ну, давай. Подтекает немножечко. Но пока, знаете, это нормально. Если уж совсем проблемы начнутся, тогда я уже перекрою и вот этот канал. Мы снова направим говнецо вот сюда вот. Это что здесь за митинг происходит? Стоп-хам или что это? Если вы что-то требуете, то это бесполезно, потому что, ну, всем абсолютно плевать. Да и вам, походу, тоже вы довольны пока. В одно время, помните, уже у нас этот канал вышел из берегов и некоторая жижица. Она стекла вот сюда вот и образовала озеро. И я вокруг него решил построить целый туристический наш район. Копер Лаунж. Так вот, здесь у нас и располагаться будут уникальные здания. Я все из нашего города. И жилые, и коммерческие, и офисные. Ну, заводы, конечно, не переносил уникальные. Нам они здесь не нужны. В общем, все, кроме заводов, я сюда перенес. Можете увидеть, ну, что-то. Изумрудное здание. Дом поп-музыканта. Вилла-сити. Модная площадь. Развлекательный центр. Также, здесь же у нас имеются специальные туристические постройки в размере трех штук. Не, я, конечно, понимаю, игра только вышла, но три штучки. В первой части были специальные районы, где прям специализация туристическая была. Развлекательная, туристическая. Два разных района была. Со своими там приколами. Ну, а здесь такого нет. И три постройки. Как-то вот. Смотровая вышка. Вот. Красота. Самая высокая, кстати, я так понимаю, в городе. Дальше есть бронзовый монумент и водяной парк. Вот бронзовый монумент. Это, походу, статуя мужику, который затеял эту идею. Построить, что у говняного города. Ну, я, кстати, не лысый. Ну, а также вот водный парк. Скромненько очень. Для красоты я разместил еще здесь все вот эти вот офисы. И, кстати, жилые здания уникальные, которые сюда вот я перенес, они перенеслись вместе с жителями. Не вклидывая аппаратоменты, почти 800 человек переселились с вот этого района у нас вот сюда. Машины, правда, у них на парковках все там остались. Ну, часть уже, конечно, перевела их вот сюда вот. Но, я думаю, жители офигели от такого переезда резкого. Логистически этот район связан с другими нашими районами только через вот эту железнодорожную станцию. Отсюда поезда едут вот в этот район. И уже отсюда тогда на трамваях жители могут попасть сюда. Потом пересесть на водный транспорт. Ну, и отправиться в какой-то из этих районов. Перейти на другой трамвай, отстоять еще бешеную очередь. И попасть сюда вот куда-то на работу. Не вклидывая здесь стояли. Я думаю, быстро себе работу они не найдут в этом районе. Еще так же, кстати, я железнодорожный путь еще один сделал, который будет привозить туристов. Ну, и жители тоже. Кто-то здесь может жить захочет. Все-таки места свободные есть. Значит, из того соседнего города вот сюда вот. Ааа, жесть, какой здесь пожар. Я видел, там вот леса горят. А у нас же свой лес тут есть. Короче, он сгорелся и огонь перекинулся на здание. Некоторые из многоэтажек уже разрушились. А, кстати, вот новый строится. Да подождите, пускай огонь хоть пройдет. Куда вы тут? Спрос, понимаете? Конечно, все хотят тут жить. Ой, дом падает. Жалко. По пожаркам у меня тут вообще есть. Части пожарные тут, тут и тут. Но это, да, очень скромненько. Я построил не так давно здесь еще пожарную станцию. Огромную уже с вертолетами. А также здесь имеются службы по борьбе с чрезвычайными ситуациями. Это спасательная служба, которая ищет выживших при обрушении зданий. Ну, я надеюсь, что вы тут все же справитесь с поиском выживших. Но судя по тому, сколько катафалков сюда нужно притащить, потери у нас существенно. И они, кстати, измеряются тысячами. Давайте, может быть, пожарную станцию еще где-то здесь вот разместим. Так, давай сюда установись. И тебе нужно как раз таки поставить. И вот это вот сюда. Сюда. Да, мне нужно много таких вот служб. Ну и всякие вот такие вот интересные вещи. Где тренировочный полигон позволяет пожарным поддерживать форму, чтобы эффективнее тушить пожары. Ну, я на вас рассчитываю. А еще можно, кстати, построить здесь вертолетную пожарную часть. Че ж я раньше-то не придумал-то, а? Ну-ка, давай-ка вот сюда вот. И всего лишь-то пять вертолетов. Ну, я так понимаю, нужно поставить очень много этих вот станций вертолетных. Потому что пожаров у нас лесных реально много. И не хочется, чтобы такое повторилось. А че у нас с катафалками, я понять не могу. Где катаф... А, они здесь в пробке стоят. Не, ну у меня же тут есть крематории. И в чем проблема? Почему здесь такая толпа? А, ну да, классика. Они просто не выезжают отсюда. 15 машин, и они здесь застопорились. Смотри, они исчезают тут. Тут разворачиваются. Их там ничего не интересует. Тут там трупы лежат, катафалки нужны. Не, они будут тут кружить. А я абсолютно уверен, что вот эти катафалки, они не наши. А приехали из какого-то соседнего города. Ой, происхождение Ресл. Происхождение Ресл. Ресл, Ресл. Это город соседний. Катафалки из соседнего города приехали. Стоят в пробке здесь. А наши катафалки устроили дискотеку. Вот, смотри, один выехал. Все. Давай, 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 давай. Все, отправляйся в путь. Нифига себе, не, ну это, я так понимаю, прям очень сильно повезло. И куда ты едешь? Ох. Вот сюда вот. Ты серьезно? Он оттуда едет вот сюда. Тут тоже у нас хватает этих самых катафалков. Но почему-то он решил поехать именно сюда. И делать он это будет целую вечность. Потому что так просто в этот район на машине не добраться. Нужно будет двигаться по объездной. Так, подожди. Это дом актера театра. И жилец жалуется на то, что высокая арендная плата значится в этом доме. Я вообще думал, ты его купил. А ты его, оказывается, арендуешь. Или может кто-то живет в доме актера театра. А где тогда этот актер театра? Я рассчитывал на то, что здесь будут у нас все-таки богатые люди жить. А они жалуются вон. В районе, кстати, 3300 человек. Из них образованных 500 всего лишь. Как-то, ну совсем скромненько. Без образования 65 вдруг. Ну, это вроде дети. Начальное образование 400 человек. Ну и доход здесь высокий. Так что ты тут жалуешься-то? Здесь в нашем Копра-Лаунже я построил автобусный маршрут. Вот такой прекрасный. И он умудрился здесь сломаться. Автобус, значит, должен будет поворачивать вот здесь направо. И плыть по фекальному озеру. Заезжать вот сюда и обратно. И так по кругу наяривать. Класс. Ну, спросим, кстати, автобусы, в принципе, что-то как-то не пользуются. А я, кажется, знаю, в чем проблема. 30 человек тут стоит, и их забрать не могут. Но я, кажется, знаю, в чем проблема. 30 человек тут стоят, и их никто забрать не может. Да, пипец. Эта игра просто неисправима. Но я не знаю, что с этим делать. Я уже с ума схожу. Они просто исчезают. Ну, ты посмотри. Они берут и по очереди исчезают. И я уже сколько пытаюсь это исправить. Они на каждой уже остановке исчезают. Все. Он даже цвет потерял. Тут невозможно построить этот маршрут автобусный. Нужно искать тогда другой путь. Да, каналы фекальные все же у нас подсыхают. Тут вы посмотрите, как у нас паром это... Ой, осторожно. Не перевернись вообще. Тяжело им. Уже видно дно здесь. Да, интересно, конечно, будет узнать, что будет, если вообще у нас какашки отсюда уплывут и будет мелко. Как будут плавать судно-то пассажирские. Но давайте без такого все-таки экскремента. Не хочется все же над жителями нашими издеваться. Давайте дадим им говна, просто взяв и перекрыв данный канал. Вот таким вот образом. Теперь говнецо будет отправляться вот сюда вот. Туда, куда и положено. А эта гидроэлектростанция нам нафиг не нужна. Тем более, кстати, она вообще из берегов выходила. Жители наши так много срут, то, что станция-то не выдерживает. В Копро-Лаунже я нашел, значит, выход. Построил здесь пути троллейбусные. Да, троллейбусы хотя бы здесь не исчезают. Они у нас располагаются вот таким вот образом. Ну, спрос небольшой. 19 пассажиров. Вроде жителей много, но все как-то не передвигаются внутри этого района. Да, тут, конечно, и пешком можно походить. Понаблюдать за все-таки красотами. Но я ожидал, что... Ну, 20 человек. Ожидал, что спроса будет, конечно же, побольше. Ну, и вот это озеро, оно постепенно исчезает. И вот становится все меньше и меньше. И, похоже, придется исправлять эту проблему старым нашим добрым способом. Понатыкать канализационных станций. Я думал, что, может быть, у наших жителей в этом районе не хватает денег, потому что им приходится закупаться едой какой-нибудь там в наших дорогих вот этих вот центрах. Поэтому решил поставить торговые зоны маленькой плотности. И понасоздавались, ну, конечно же, заправки. Одни заправки. Где-то, хоть где-то забегаловки появились покушать. Нет! Это везде заправки! Да, наше озеро уже в Копро-Лаунже почти полностью высохло, поэтому поставил сюда вот я станцию канализационную. Давай, дорогуша, выдавай красоту. Ну, она, конечно, в одиночку справляется не очень. Хотя, я просто боюсь перестараться, что сейчас понаставлю 2-3 штуки и потом просто не услежу. И это озеро, оно выйдет из берегов, а все-таки туристы, хотя они же все-таки за этим приехали. Поэтому, может быть, они не будут против, если их гостиница затопит говном. А наши станции работают на 115% канализационные. Они выдают говна больше, чем наши жители срод. А я думаю, что тут так все вдруг, блин, начало затапливать. Но наши суда в этой сего чувствуют себя теперь уже комфортно, потому что уровень говна в наших каналах дошел до нормы. Канализационные станции уходят на дно, но продолжают выполнять свою работу на целых 115%. Вот на кого нам нужно равняться. Но стоило мне разок в предыдущем видео заикнуться о том, что я хочу все это говно очистить и превратить его в воду, как вы написали столько негативных комментариев, сколько я не получал за всю свою жизнь. Поэтому, ладно, ребят, я не буду забирать изюминку этого города. Этот город останется с говном. Как говно с этим городом навсегда. Жители собрались и организовали очень быстрое решение данной проблемы. И значит, теперь уже перестарались они, конечно, потому что озеро в Копр-Ланже начало выходить из берегов. И знаете что? Да, наверное, оно и к лучшему. Пускай. Может, даже это привлечет еще больше туристов. Но на самом деле мы заманили в этот город уже всех, кого можно, именно жителей. Туристы-то приезжают, но жить что-то не хотят. Спроса, как видите, что-то нет. Но при этом спрос есть на магазины, на заводы и на офисы, в которых, блин, работают даже меньше половины людей. А некоторые здания вообще пустуют. Но при этом спрос есть. У нас в городе, ты когда живешь, тебе доплачивают. Город тратит миллионы на это. Если ты ведешь бизнес, то тебе еще за это платят тоже. Здесь бесплатное электричество и вода. Все для райской жизни. Но что-то пока что жители не идут сюда. Может быть, это кризис, который скоро решится. Но давайте этот город мы уже оставим с вами в покое. Но кто этого не хочет, я оставлю сохранение в группе ВКонтакте. Вы сможете его скачать и продолжить развивать наш прекрасный город. И ой. Делитесь в группе нашей ВКонтакте тем, что вы сможете с ним сделать. Я потом започу тоже это. Буду благодарен, если вы и правда продолжите этот город развивать. Ну что ж, с вами был Эмброс. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующих наших видео по Сити Скайлэндс 2. До встречи.